МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Севастопольского телевидения новости. В студии Ольга Деничук. И сегодня в программе. Кредиты в переходный период в Институте банковского дела рассуждали о предоставлении финансовых услуг. Любим, помним, скорбим. Не стало севастопольского журналиста, музыканта, нашего друга Антона Сенченко. С новым статусом и под новым знаменем участники боевых действий в Афганистане вошли в состав Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». О божественном кистью в Севастополе открылась выставка икон библейской правды откровения. Кредитование предпринимательской деятельности в правовом поле Российской Федерации в Институте банковского дела этой теме посвятили совещание. Работа финансовой сферы, проблема выдачи кредитов и противодействия сомнительным финоперациям обсудили представители городских властей, Центробанка России и предприниматели. Каким выводом пришли, расскажет Святослав Данилов. Одно из основных направлений обеспечения нормальной жизнедеятельности крымских граждан в переходный период – адаптация к правовым условиям Российской Федерации. Собравшиеся стороны обсудили вопросы оказания финансовых услуг в это время. Здесь обратили внимание прежде всего на кредитование малого и среднего бизнеса. Заместитель председателя Российского Центробанка Михаил Сухов отметил, что в Крыму и в Севастополе в частности существует достаточно возможностей для выдачи займов, но используются они неподобающим образом. Кредитов выдают мало. Очень мало. Выдано чуть менее 3 миллиардов рублей, 3,8 миллиарда. За месяц прижилось только 700 миллионов. Кредитование на мёртвые точки. По словам Михаила Сухова, банки могли бы активнее кредитовать и население, и различные организации. Отрицательная ситуация по этому показателю, по его мнению, вполне объяснима. Сейчас выдается ограниченное количество кредитных карточек. Также зампред Центробанка акцентировал внимание на том, что практически во всех финансовых учреждениях сейчас огромные очереди. С этим тоже нужно бороться. Его коллега Дмитрий Скобелкин в своём выступлении основной упор сделал на прозрачную работу банковского и финансового секторов. Он отметил, что это одно из приоритетных направлений деятельности ЦБ РФ. В этом смысле финансовая система Крыма нам представляет сегодня наиболее уязвимой по сравнению с другими регионами России, на сегодняшний день с нашей точки зрения, опять же, объективной ситуацией. Вы должны понимать, что в условиях повышенных рисков ваши действия в области ОДФТ должны смещаться от формального соблюдения требований тех нормативных и законодательных актов, которые в Российской Федерации существуют. В Крыму в настоящий момент насчитывается более 400 структурных подразделений 22-х кредитных организаций. Дмитрий Скобелкин попросил работников банковской сферы обратить особое внимание на сомнительные финансовые операции, связанные, к примеру, с отмыванием денег или выводом средств за границу. Центробанк со своей стороны будет контролировать эту ситуацию. Более оптимистичную ноту взял депутат Госдумы РФ Анатолий Аксаков. Я думаю, что через год мы этот период будем вспоминать, так улыбаясь, что вот мы прошли это, поскольку уверен, что в течение ближайшего времени, надеюсь, что даже до конца года, вопросы, связанные с банковским обслуживанием, в основном будут решены, в том числе и активизируются кредитования. Члены президиума совещания выразили надежду на то, что у них будет возможность организовать подобные встречи в дальнейшем. Святослав Данилов, Денис Корвель, программа «Наше время». В субботу не стало нашего друга и коллеги, журналиста Антона Сенченко. Ему было всего 27, но в свои годы он стал одним из ведущих обозревателей города. Антон вел итоговые выпуски новостей на СТВ, писал статьи в «Славу Севастополя», информагентство «Навигатор», сотрудничал с пресс-службами. Его знали и любили за обаяние и оптимизм, музыкальный талант и жизнелюбие. Антон Сенченко, наш неуемный Сеня, не приходя в сознание, скончался в реанимации первой горбольницы от приступа панкреатита. Здравствуйте, в эфире Севастопольского телевидения «Городские новости» в студии Антон Сенченко. Так, впервые в июне 2008 года в вечерней программе «Наше время» вышел в прямой эфир Антон Сенченко. На тот момент на СТВ проработал меньше года, с осени 2007-го. Ирина Котвалюк была первым учителем будущего журналиста. Позвонила одна знакомая и сказала, что есть хороший парень, очень хороший, поговорите. Я поговорила с ним и убедилась, что парень действительно хороший. Вот так он оказался на СТВ, в нашей художественной редакции. Ну, понимаете, он хотел делать все и сразу. Он стал делать передачи о музыке для молодежи. Он стал думать об аналитике. И дело кончилось тем, что он ушел в информационную редакцию. Том, он так быстро двигался, он так преуспел в жанрах информационных. Потом и в аналитике тоже, в общем-то, брал высоты. Успеть везде, успеть все, увидеть и услышать как можно больше, чтобы потом рассказать зрителям и читателям. Мгновенно. Когда писал Антон, клавиатура дымилась. Из обычного корреспондента-информационщика за пару лет он превратился в обозревателя. Итоговые выпуски новостей смотрели все. Его молодость не сказывалась на качестве. Так глубоки и широки были его материалы. С Антохой мы вместе пришли на СТВ в один год, можно сказать, практически в один день. Пробовались на эфир в художественную редакцию. Он прошел, а я нет. Меня взяли в информашку. Ну, складывается жизнь по-разному. Антоха, до сих пор Антоха, он человек был замечательный. Постоянно на позитиве, постоянно веселый, постоянно как-то старался всех вокруг себя подбодрить. Всегда в работе, всегда в творческом поиске. Телевидение, газеты, интернет-издания. Везде, где можно было попробовать себя. Рассказывал, показывал, анализировал, иронизировал Антон Сенченко. Делал работу, которую по-хорошему три человека должны были делать. А еще что, это было заметно. Он очень такой щедрый, талантливый человек. Он спешил сделать как можно больше. Работа днем, репетиции по вечерам. Антон писал много. Статьи, прозу и стихи. Играл на необычных инструментах. Как он сам говорил, что, к сожалению, я могу только писать, а играть я не умею. Но на самом деле это было не совсем правда, потому что он всегда приходил с таким чемоданчиком на репетиции, где у него была куча интересных инструментов. Он замечательно играл на губной гармошке, всегда находил всякие интересные этнические инструменты, на которых тоже играл. Там у него были такие клавиши с трубочкой, на которых он тоже пытался наигрывать что-то. И мы очень часто с ним обменивались стихами. Группа «Бутылка Клейна», в которой пел Антон, так и не успела выпустить альбом. Музыканты говорят в память о друге и коллеге, сборник обязательно увидит свет. В творчестве очень много присутствовало блюза и джаза. То есть такого настоящего, которого сейчас мало. Мне кажется, что Антон был ярким представителем именно такой блюзовой культуры. Прощание с Антоном Сенченко состоится завтра, 8 июля, в 14 часов, на улице Пожарова, в зале гражданской панихиды, рядом с домом Траура. Любим, помним, скорбим. Скоро в этом зале снова станет тихо и пусто. Погаснут софиты. Публика торопливо ринется в гардероб. Но пока здесь звучит джаз. Музыка, которая похожа на переплавленный сгусток энергии. Музыка настоящих оптимистов. Джаз, способный выразить все то, что не могут выразить слова. И к другим новостям. Участники боевых действий в Афганистане и члены самообороны вошли в состав Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». В субботу в сквере воинов-интернационалистами вручили членские билеты. Документы получили 150 человек. Кроме этого, на торжественной церемонии общественники презентовали новые знамя организации. Организация объединяет всех тех людей, которые защищали свою родину. Не боялись при этом ничего. Ну, скажем так, объединяет мужиков настоящих. В уставе боевого братства записано, что членами организации могут быть граждане Российской Федерации. Поэтому у нас очень много заявлений, но по мере получения паспортов мы эти членские билеты будем выдавать. Решение правления наше, мы приняли такое решение, что выдавать будем членские билеты только в торжественной обстановке. И будем говорить на самом святом для нас месте в городе Севастополь. Это около памятника севастопольцам, погибшим в Афганистане и с нашим боевым знамением. В Севастополе пляжный сезон в разгаре. Место отдыха у воды функционируют в штатном режиме. Балаклава в том числе встречает туристов. О качестве морской воды и прибрежной полосы пляжа ближний расскажет Владимир Иларионов. Пляжный сезон в Балаклаве в самом разгаре. С некоторым запозданием прогрелась морская вода. Пляжники потянулись на гальку и песок. Наиболее популярным в Балаклавском районе остается пляж Ближний или Серебряный, как его иногда называют. Сюда можно попасть либо по козьей тропке по краю отвесных скал, либо на ялике, либо на городском катере. Пока в этом направлении работает только один катер. И работы ему хватает. Кстати, по традиции в договоре перевозчика с районной администрацией члены общественной организации «Дети войны» пользуются катером совершенно бесплатно. А для севастопольцев действуют льготы в оплате проезда. Интервал движения – два часа. Те же, кто торопятся, пользуются услугами моторных ялов и легких катеров. Они один за другим привозят отдыхающих на пляж и становятся баристей в очередь за пассажирами с пляжа до Балаклавы. Как и в прежние годы, коммунальное предприятие Агентства развития Балаклавского района организовало межсезонное обследование дна водолазами. Есть паспорт пляжа, есть взаимодействие со спасательной станцией Балаклава. Рабочие на пляже не только прибирают мусор, но и помогают пассажирам сходить в сплав средств на берег и подниматься на борт. Есть дежурный спасатель, есть теневые навесы, есть прохладные напитки. Но, как и прежде, остается острой проблема вывоза с территории пляжа мусора. Специализированного судна в Балаклаве нет. Приходится арендовать ял. Это и дорого, и малоэффективно. В этом вопросе явно требуется помощь руководства района. Мусорразборщик был бы востребован и на Золотом пляже, и на Василевой балке, и на Яшмовом. Сезонные колебания ширины пляжной полосы в этом году в пределах нормы. Зимние шторма частично смыли песок, но весной море вернуло и песок, и мелкую гальку в полном объеме. Так что всем желающим место находится не только на лежаках, но и на песке. А любители диких мест купания уединяются среди глыб прибрежного каменного хаоса. На прошлых выходных в Севастополе безвредили морскую якорную мину весом 609 килограммов. Срывоопасный предмет обнаружили дайверы в 70 метрах от берега. Специалисты МЧС откусировали его в район мыса Каса-Северная, где и уничтожили путем контролируемого подрыва. Специалисты отряда специального назначения Главного управления МЧС России по городу Севастополю в очередной раз уничтожили глубинную бомбу, которая была обнаружена на карантинной бухте в воде. Работа произведена, бомба уничтожена, опасностей нет. Извредили еще две авиабомбы времен Великой Отечественной. Первый обнаружили на улице Щитовая. Ее вес составил 500 килограммов. Второй срывоопасный предмет обнаружили на территории Микензевского лесничества. Пиротехники МЧС обезвредили его на полигоне в районе села Хмельницкая. И на этом наше время не заканчивается. Далее вы увидите. Минус три бомбы. Пиротехники МЧС в очередной раз ликвидировали взрывоопасные предметы времен войны. О божественном кистиум в Севастополе открылась выставка икон библейской правды откровения. 6-2 в пользу приглашенных. Телерадиокомпания СТВ провела традиционный футбольный матч, посвященный дню своего рождения. Путем тайного голосования в воскресенье члены Севастопольского отделения одной из политических партий провели общее собрание. В ходе заседания был определен список кандидатов в депутаты на выборы в Законодательное собрание Севастополя. Члены регионального отделения партии «Справедливая Россия» провели общее собрание. На заседании были представлены кандидаты от этой политической организации, которые претендуют на места депутатов в Законодательное собрание Севастополя. Тщательный отбор, очень внимательное отношение со всех сторон изучения кандидатов позволило нам, с моей точки зрения, подобрать очень квалифицированный, соответствующий современным требованиям и вызовам в городе Севастополе того самого состава, который должен работать в законодательном собрании. Список кандидатов на выборы в законодательное собрание Севастополя возглавил Михаил Брячак, председатель регионального отделения политической партии «Справедливая Россия», депутат Государственной Думы. По всем правилам голосование проходило тайно. В первую пятерку также вошли Анатолий Пономарев, председатель Совета ветеранов Севастополя, Владимир Андреев, президент ПАУ «Югрев Трансфлот», Леонид Ковязин, севастопольский предприниматель и Вадим Елизаров, генеральный директор театра имени Луначарского. Я очень долго оставался, но не то что в тени политики. Я никогда этим не занимался, я всегда служил в мельпомене. Но за все эти годы у меня выработалось очень четкое понимание, что, наверное, не получится стоять в стороне. Вот те тезисы, которые звучат «Справедливая Россия» о человеке, и я, так сказать, очень четко услышал вопросы культуры, которые поднимаются, которые очень важны для меня. В течение недели обсудят и рассмотрят еще один список из 120 кандидатов в депутаты, которые будут баллотироваться в органы местного самоуправления и муниципальной власти от политической партии «Справедливая Россия». Наталья Двойтина, Виталий Козловский. Программа «Наше время». В преддверии Дня любви, семьи и верности в Севастополе прошла выставка икон библейской правды и откровения. Мастера Сумской школы «Логос» последние 7 лет путешествовали по всей Руси. Их работы можно увидеть в Храме Христа Спасителя, Киево-Печерской лавре, Софии Киевской, в музеях и частной коллекции по всему СНГ, а теперь и в Севастополе. У нас в городе иконописная школа решила задержаться надолго. Воскресенье в Культурно-Информационном центре мастера представили 50 работ, украшенных полудрагоценными камнями, в том числе и в заботой технике росписи по рельефному левкасу. Когда смотрите на наши иконы, то ощущаете большую близость. Они как бы выходят навстречу к вам и ведут свой молчаливый разговор. У меня просто нет слов для восхищения. Мероприятие продолжилось концертом Патриаршего хора Храма Христа Спасителя. В своих выступлениях артисты стремятся показать все лучшее, чем гордилась Православная Церковь – профессиональное исполнение духовных хоровых произведений при неизменном молитвенном духе богослужения. Мы рады, что традиции классиков продолжаются с нынешним поколением отечественных композиторов, сочиняя которых написаны для Патриаршего фестиваля хора Храма Христа Спасителя, песнопениях христианского мира звучат его концерты. В музее имени Крошицкого открылась юбилейная выставка директора художественной школы Александра Бурцева. В двух залах разместились произведения живописи и графики автора за разные периоды творчества, а также фотографии родной Балаклавы. На открытии побывала и Наталья Брайко. Как можно отметить день рождения, чтобы оно стало незабываемым событием? Александр Бурцев подошел к своему 60-летию творчески – выставкой. Именно она стала своеобразным подарком не только самому художнику, но и всем гостям юбилейной экспозиции. Сам процесс создания какой-то вещи – это уже праздник в некоторой степени. Это огромный труд, но это и праздник. Поэтому, наверное, в общем-то, то, что это подарок, наверное, зрителю, друзьям, в некоторой степени, да. Но, наверное, и мне тоже. На выставке показана многогранность творчества Александра Николаевича. Живописные картины крымской природы, акварельные пейзажи, линогравюры, фотографии. С техникой линогравюры Александр Бурцев познакомился еще в студенчестве. С большим увлечением и любовью занимается и сегодня, создавая тонкие романтичные уголки города. А фотографии – не просто снимки, а художественные произведения. Волшебные, манящие своей загадочностью повседневные моменты городской жизни и панорамы удивительной балаклавы. Все собирает личность его – художник. Художник, который замечательно чувствует слово. Художник, который умеет смотреть вокруг. И это сказывается и в живописи, и в графике, и особенно в фотографии. Художник, который не съезжает на банальность. Художник, у которого есть свой образный мир, но не сочиненный, а иногда услышанный. Художник, который позволяет себе радоваться природе, явлениям природным, как мальчишка. И вот это молодое, мальчишеское, творческое в нем сохранено. В 60-е годы 20 века Александр Бурцев под руководством талантливых педагогов учился в Севастопольской детской художественной школе, куда после учебы на художественно-графическом факультете в Московском заочном педагогическом институте был приглашен в качестве преподавателя. И уже почти четверть века бессменный ее директор. Как все это совместить в одном человеке? Это легко. Главное радоваться. К юбилею был выпущен огромный альбом с произведениями художника. Все полученные средства от его продажи пойдут на развитие художественной школы. Работы Александра Бурцева хранятся в Севастопольском художественном музее имени Крошицкого, Литературно-художественном музее имени Грина в частных собраниях Соединенных Штатов Америки, России, Украины. Он участник более 90 международных, республиканских, областных и городских выставок. В 2012 году был награжден почетной медалью «Достойному уважения». Наталья Брайко, Наталья Бабкевич. Программа «Наше время». И далее новости спорта от Владимира Мелянского. В четвертый раз на стадионе «Юность Тролецкой» прошел праздник спорта и в этот раз приуроченный к 23-й годовщине основания Севастопольской региональной государственной телерадиокомпании между сборной СТВ и сборной журналистов города. В торжественном открытии праздника СТВ приняли участие футболисты и участники показательных выступлений, ведущие спортсмены города-героя. Участников и зрителей приветствовали председатель Севастопольской организации «Союза журналистов России» заслуженный журналист ОРК Сергей Горбачев. Генеральный директор Севастопольской региональной государственной телерадиокомпании Александр Слободенюк. Судья международной категории «Мастер спорта» Владимир Сомов. Арбитр в поле, судья первой категории, игрок команды «Мастеров» в прошлом Игорь Орлов. Судил этот мастер. Севастопольского телевидения отмечают 23 года. 6 июля в 1991 году фактически появилась целая информационная ниша в Севастополе. К печатным СМИ добавилось телевидение. И сегодня уже без севастопольского телевидения, не просто СТВ имеется в виду, и других каналов, невозможно представить наше информационное поле. Форму, футболки и трусы для игры выдали в ФК «Севастополь». И на футболках двух расцветок стояли фамилии игроков Премьер-лиги. Получилось символично. Хозяев футболок уже ликвидировали, а вот одевших их скоро ликвидируют. В течение двух таймов было забито 8 мячей. Такую результативность бы российской сборной на чемпионате планеты в Бразилии. А окончательный счет 6-2 в пользу сборной журналистов города. На футбольном поле умение играть в игру миллионов продемонстрировали заслуженный журналист Украины Николай Скребец, тряхнувший стариной, Александр Слободенюк, генеральный директор СТВ, журналист народного канала Анатолий Детюк, Никита Куреленко, спортивный журналист, а также Дмитрий Слизовский, Сергей Ткачук, Вячеслав Данилов и известный фотокор спорта Владислав Комаров, пропустивший играя вратарем только два гола. Командам вручен кубок и сувениры от Севастопольского регионального отделения Олимпийского комитета России председателем Игорем Локтионовым. Поддержал турнир руководитель отделения футбола и мини-футбола города Сергей Гоголинский. Я поздравляю телекомпанию с днем рождения. Помогаю четвертый год уже и очень приятно видеть журналистов на поле. Своим примером показывают, как нужно проходить выходные. Аплодисментами наградили зрители ведущих атлетов города и флота, выступавших на празднике самой мощной телерадиокомпании СТВ. Представители спортивной акробатики, кандидаты в мастера Нона Викульцева и Михаил Ничик, тренер мастер спорта Ирина Калмыкова. Чемпион Камира 2012 и 2013 годов в Афинах по ушу Ксения Першина, тренер мастер спорта Анна Богимова, представители комбатан из клуба боевых искусств и ГУК, президент заслуженный тренер Украины мастер спорта Андрей Гросс и армейского рукопашного боя главный инструктор Виктор Футурнюк, а также кандидат мастера спорта по художественной гимнастике Маргарита Мартынова. Помощь в организации и проведении футбола оказана директором школы Олимпийского резерва Виктором Тюкаевым. Спасибо. С праздником, сотрудники Севастопольской региональной государственной телерадиокомпании. Владимир Милянский, Денис Александрович, Дмитрий Воробяк. Программа «Наше время». Поздравляем СТВ! И на этом у меня все в завершении выпуска. Коротко о главных событиях дня. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго и только хороших новостей. До свидания. Кредиты в переходный период. В Институте банковского дела рассуждали о предоставлении финансовых услуг. На совещании собрались городские власти, представители Центробанка России и предприниматели. С новым статусом и под новым знаменем. Участники боевых действий в Афганистане вошли в состав Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». Членские билеты получили 150 человек. О божественном кистью в Севастополе открылась выставка икон библейской правды откровения. В город работы, украшенной полудрагоценными камнями, привезли мастера Асумской школы. Редактор субтитров А.Семкин